Как мы с тремя детьми перешли границу с Мексикой в США? Смотрите об этом в сегодняшнем видео. Привет, друзья! С вами Марина. Кто еще впервые на нашем канале? И хочу сказать, что мы в 2019 году летом с тремя детьми перешли границу Мексика-США. Это был непростой путь. Я никого не призываю к этому пути сразу. Сначала попробуйте получить визу, получить сразу легальный статус по-другому. Но это тот путь, который мы прошли, поэтому сегодня я кратенько постараюсь об этом рассказать. 2019 год. В мае мы, находясь в Египте, решили, что нам можно попробовать перейти границу с Мексикой и попасть в США. У нас были на то определенные обстоятельства. Я уверена, что каждый, кто идет таким путем, имеет специальные причины для этого. И если вы хотите узнать подробнее об этом, напишите в интернете иммиграционным адвокатам, которые находятся уже в США, они подробнее вам расскажут, какие у вас есть возможности получить политическое убежище, если вы пройдете границу с Мексикой. Мы находились в Египте, и нам нужно было прилететь в Мексику сначала, и потом через Мексику, через всю проехать, и приехать на границу с Америкой. Мы выбрали для себя не тот популярный путь, который обычно люди выбирают. Это Тихуана и Мехикали. Мы выбрали маленький город, город Матаморос. Это на границе с Техасом, с городом Браунсвель в Америке. И он находится на карте справа, если вы посмотрите, самая крайняя правая граница Мексики и США. Прилетели мы в Канкун. В Канкуне мы пробыли буквально пару дней. После этого мы автостопом проехали всю Мексику. Но нормальные люди делают не так. Они покупают просто билет, летят сразу в Мехико, и оттуда уже двигаются. Или можно, как наши друзья, сразу в Матаморос приехать. И это тоже можно сделать. Еще один путь – это поехать на автобусе. Но мы ехали автостопом. Когда вы приезжаете в Матаморос, вам имеет смысл поселиться в гостиницу, потому что вы будете, скорее всего, в уставшей дороге, даже если это был самолет, перелет и так далее. И границу рекомендуют переходить с утра. Именно так мы и сделали. В Матаморосе мы арендовали гостиницу на ночь и утром. Очень взволнованные и в таком состоянии напряжения мы отправились на границу с Америкой. Пришли туда, сделали все как положено. Подошли к офицерам, дали свои паспорта, сказали, что we need political asylum, что значит, мы нуждаемся в политическом убежище. Они начали нас спрашивать, есть ли у нас гринкарта, что-то еще. Мы сказали, нет, у нас нет виз и ничего, нам нужно политическое убежище. Они улыбнулись, посмеялись, что-то перешитались между собой, мы не очень поняли. И они отправили нас назад, сказали, идите, там есть очередь, записывайтесь, много людей хотят попасть. Вы тут не одни. Это был сюрприз для нас. О том, как мы жили в Матаморосе два месяца, я подробнее рассказывала вот в этом видео на старом канале. Ссылочку оставлю под видео. Сейчас не хочется на это тратить время. Скажу, что спустя два месяца путь наш повторился. Мы точно так же, когда подошла наша очередь, подошли к офицерам, дали наши паспорта, сказали, что нам нужно политическое убежище. Нас провели, и начался весь процесс. В следующем видео я расскажу, как отвечать на вопросы офицеров на границе, потому что эта задача не выиграть дело, эта задача не доказать, что вы действительно нуждаетесь в политическом убежище. Ваша задача просто выйти на территорию Америки. Поэтому на вопросы нужно отвечать четко и ясно, и я вам расскажу в следующем видео, как это сделать. Скажу сейчас, что нас держали всего лишь сутки, учитывая, что у нас было трое детей, 12 лет, 10 лет и 2 года, на тот момент, было младшему сыну. И после суток, после допросов, после всех этих дел, нас выпустили на территорию Америки, и мы выдохнули. Важный уточняющий пункт, чтобы попасть на территорию Америки, и вас выпустили сразу, вы должны быть с детьми. Потому что если вы один, девушка, мужчина, женщина, даже если вы муж и жена, вас, скорее всего, отправят в миграционную тюрьму. И вы будете там сидеть, или прямо там находиться будете, пока вам нужно будет выиграть свой суд, то есть доказать, что вы действительно нуждаетесь в политическом верующем Америке. Или у вас будут большие сложности и другие какие-то истории, если с вами будет работать адвокат. Или наоборот, сложности не будет, опять же, если с вами будет работать адвокат. Наша история, она только про то, как с детьми перешли мы эту границу. Потому что с детьми долго не держат. Из-за детей отпускают людей сразу. Кстати, о том, какие документы надо иметь с собой при переходе границы Мексико-США, я тоже расскажу в одном из следующих видео, потому что это имеет смысл отдельно выделить. И еще важный вопрос по поводу спонсора. То есть, когда вы приходите на границу, они не могут вас выпустить на территории США, если вам некуда пойти. Вы должны заранее продумать какого-то человека, знать желательно его адрес и телефон, кому они могут позвонить, и кто может сказать, да, я знаю этого человека. Если, вот как у нас была ситуация, это были родственники, они позвонили нашим родственникам, офицеры, без предупреждения, просто даже не спрашивая нас, когда они будут звонить, просто они позвонили родственникам и сказали, вы знаете семью Савершенко, там Павел Савершенко, так далее, да, да. Когда они ответили, что да, знают, тогда офицеры уже делали дальше какие-то выводы. Если у вас нет родственников, ну, например, вы нанимаете миграционного адвоката, еще находясь в вашей стране, так тоже можно делать, можно делать это заранее, он начинает работать с вашим делом, он вам подсказывает по поводу того, что говорить на границе и так далее, он может тоже подсказать вам, как найти спонсора, или, может быть, они сами как-то оказывают услуги спонсорства. В любом случае вам нужен какой-то адрес и какой-то номер телефона, по которому офицеры с границы могут позвонить, и там человек на том конце провода скажет, да, я знаю этого человека, да, он едет ко мне. Спонсору не нужно не платить никакие деньги, не подписывать никакие документы, никакие договора, все, что ему нужно, это просто ответить, что он вас знает. В нашем случае еще попросили самих спонсоров купить нам билеты на автобус, но это тоже вы можете продумать заранее, вы можете заранее отправить спонсору деньги, тому человеку, который вас будет встречать, и отправить ему деньги, он купит вам билеты на автобус или на самолет. Среди блогеров, кстати, вы можете поискать, там у Карифана на канале еще есть люди, которые помогают таким вот иммигрантам, они могут даже быть спонсорами. Я оставлю еще один чат под видео, в котором чат перехода границы Мексика-США, там тоже отвечают люди на вопросы, какой-то опыт, кто имеет уже, кто перешел границу, кто собирается переходить, кто на данный момент находится на границе, там тоже вы можете попробовать поискать себе спонсора. Когда мы вышли на территорию США, у нас были билеты на следующий день, и нам нужно было где-то провести ночь, и у нас не было, соответственно, никаких денег и связей, возможностей отправиться в отель, поэтому мы отправились на вокзал, спросили прямо на вокзале, что у нас есть билет, можем ли мы, во-первых, его поменять, нам сказали, что да, вы можете поменять его на утро, на утренний автобус, и поехать в то место, куда вы уже хотите, в тот штат, куда вам нужно, к родственникам, или вы можете уехать сейчас на ночном рейсе. Но так как мы были с детьми и уставшие, и замученные, и не мылись целые сутки после миграционного процесса, после границы, мы должны были немножко отдохнуть, и мы выбрали вариант другой, нам предложили поехать в шелтер, это место, где вы можете помыться, поспать, отдохнуть, вам дадут чистую одежду, вам объясняют, что делать дальше, и все это происходит под сопровождением полиции. В шелтере мы помылись, и все было прекрасно, а на следующее утро нас уже полиция сопроводила снова в автобусную станцию, где мы благополучно сели на автобус и поехали в наш штат. Это была очень краткая история о том, как мы переходили границу Мексика-США. Я знаю, что у вас появились вопросы, но я как уже сказала, у нас будет два дополнительных видео, как отвечать на вопросы офицера. Второе видео будет о том, как подготовить документы, и какие документы с собой брать для перехода границы Мексика-США. Друзья, я совсем забыла сказать о том, сколько денег мы с собой взяли на границу. У нас все очень индивидуально, и у нас бюджет на семью был 300 долларов на месяц. И, в принципе, нам оно хватало даже в Мексике. Может быть, в Мексике у нас, учитывая, что мы жили там два месяца, в Матаморосе у нас ушло долларов 500, может быть, 600 на наше проживание, на еду, но мы ели очень дешево, не передвигались на каких такси. Это город Матаморос, мы жили в квартире напополам с другой семьей, и это очень-очень важно учитывать. Мы не снимали дорогой отель. И еще самое важное, нам не пришлось платить никому за переход границы, за то, чтобы ускорить нашу очередь. Мы, как положено, как все латиносы, мы ждали два месяца на границе, дождались своей очереди, и после этого перешли. На больших границах, типа Тихуана, Мехикали, очень много людей, которые зарабатывают на том, чтобы помочь вам ускорить процесс перехода границы, чтобы вы не ждали два, три, четыре месяца на границе, чтобы вы заплатили и прошли быстрее. Вы можете воспользоваться этим, сколько это стоит, я не знаю, но я слышала, что это не очень дешево, это на тысяча, тысяча, две тысячи долларов на человека. В границе с Матаморосом я не видела на улице таких людей, которые предлагают за оплату ускорить очередь, но я знаю, что такие случаи есть, и это тоже стоит не дешево, друзья. Мы этими услугами, к счастью, не воспользовались, подождали два месяца, как положено всем, и перешли. Ну, а что касается стоимости билетов для перелета в Канкун, передвижения по Мексике и других билетов, это все очень индивидуально, потому что вы можете выбирать разные рейсы, лететь из разных стран и городов, через разные пересадки, поэтому я вам ничего совершенно не могу советовать. Смотрите на сайте на текущие даты, которые вам нужны. Сейчас могу добавить только то, что для того, чтобы вам попасть в Мексику и после этого поехать в Америку, вам нужно получить специальное разрешение на въезд в Мексику, как турист. Это делается онлайн, на сайте. Ссылочку я оставлю под видео, где вы можете это сделать. Лучше делать это заранее, за несколько дней до вашей поездки. Способ не самый честный, потому что когда вы приезжаете в Мексику, вы говорите, что вы турист и хотите просто посмотреть страну. Часто люди бронируют обратные билеты, еще они заказывают гостиницу себе на какой-то срок определенный, например, на неделю, на две недели. И получается, что вы не совсем честно поступаете, когда рассказываете офицерам, что вы просто турист. Но это вынужденная мера, и многие люди идут на такой шаг. Ничего не поделаешь. В нашем случае нам действительно удалось побыть туристами, потому что проехав всю Мексику автостопом, мы посмотрели несколько прекрасных городов, побывали на океане, побывали в пещерах подземных, где очень красивая голубая вода, познакомились с местными жителями, посмотрели достопримечательности, и посмотрели, что Мексика очень может быть дружелюбной страной. Конечно, мы столкнулись с определенными опасностями, о которых тоже нужно знать. В некоторых приграничных городах Мексики воруют людей, и это факт. Особенно для белых людей и для детей это очень опасно. Мы столкнулись с таким случаем, который я вам сейчас тоже быстренько расскажу. Однажды мы гуляли, ходили на площадку, и к нам подошла девушка и сказала, что, знаете, за вами уже следят, потому что вы тут ходите, не ходите, пожалуйста, в этом районе. И она отвезла нас в какую-то церковь, значит, где нам это все на английском смогли объяснить, потому что она на мексиканском говорила и на испанском. И она нам сказала, что, пожалуйста, будьте осторожны, потому что за вами уже следят плохие люди. Мы поняли, и мы были осторожны. Но что мы могли поделать? У нас был один маршрут до площадки, до того места, где граница. Мы туда ездили периодически, чтобы узнать информацию, когда же подходит наша очередь. Но об этом я расписала все подробно целые 35 или 40 минут. Я рассказываю ссылочка под видео о том, как мы там же жили в этом Монтаморосе и подробные-подробные эмоции, что мы делали, где мы жили. Еще раз напоминаю, это всего лишь наш путь. Люди, которые переходили границу в Тихуане, в Мехикале, получили совсем другие результаты. В нашем случае нам отдали паспорта, нам не одели браслеты ни на ноги, ни на руки, у нас не забирали никакие документы и даже вещи нас никакие не забирали. И у наших знакомых, которые переходили за нами следом, тоже так же была. Тоже семья украинская с одним ребенком, они переходили тоже там же в Монтаморосе. И мы были третьей семьей, которая за этот год, которая был в 19-й год, прошла границу именно из белых и именно из русскоговорящих. Поэтому, друзья, выбирайте тщательно то место, где вы будете переходить. А вообще, дело случая, и все очень-очень индивидуально. Зависит от вашего настроения, от вашей истории, от вашего везения, от Божьего благословения, от того, как звезды сложатся. Друзья, в общем, зависит очень от многих факторов. Будьте просто уверены в том, что вы делаете, идите с хорошим положительным настроем, и все у вас, и уверенно, получится. И обязательно пишите иммиграционным адвокатам, потому что, когда мы готовились к этому переходу, мы общались с несколькими адвокатами, и мы узнавали, что и как там делать, друзья. Поэтому всего доброго вам, встретимся на канале, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что вас еще интересует, и не забудьте посмотреть два следующих видео про документы и про то, как отвечать на вопрос офицер на границе. Встретимся с вами на эту.